Это же дневник жирухи. Утро доброе! Я, короче, утром сделала зарядку даже. Решила начать с этого. Раз не могу заниматься нормально, полноценно, то хотя бы зарядку сделать. Поела, как обычно, кашу и блинчик съела со сгущенкой. Ой, есть тропинки протоптанные, но Полине, конечно же, надо по сугробчикам. Кто смотрел предыдущий влог, понимает, откуда я иду и в каком я сейчас настроении приподнятом. Ну, на данном этапе я уже так более-менее успокоилась. Я на распутье таком стою. Двигаться дальше, к чему-то идти и добиться своего в итоге, либо остановиться на том, что есть, или вообще сдать назад. Пока думаю. Хотя для кого-то, наверное, уже ответ очевиден. Нужно идти вперёд и добиваться своего. Но, блин, меня так расстроили, что, знаете, вот бывают такие моменты, когда просто опускаются руки, и ты не хочешь дальше идти. Не то, что ты даже не хочешь, ты не можешь. У тебя такое ощущение, как будто стоит стена перед тобой, и всё. И как будто она упала на тебя ещё при этом. Всё, ты не можешь не пошевельнуться, ничего сделать. Вот такое вот у меня было недавно состояние. Теперь я хочу его перебороть и буду всячески пытаться это сделать. Потому что это не дело так ущемлять права человека. Неважно, с какой он области, я считаю. Должно быть всё по-человечески. Ай, красота. У меня на вечер кальмар. Я его люблю таким зажаристым, чтобы аж хрустел такой был, резиновенький что ли. И, наверное, сделаю чай себе. Как обычно, смотрю, давай поженимся. Очередной выпуск. Короче, я подсела. У меня бывает такое наплывами. Недавно подсела на различных блогеров, всяческих, что-то новенькое. Хотелось такое посмотреть. Я буду монтировать видео, а пока я кушаю, я буду смотреть. Давай поженимся. Всем приятного, если вы кушаете. Ау! С сегодняшнего дня решила, что я буду делать так. Нужно делать первый шаг. Если я его не сделаю, то я понимаю, что так и будет продолжаться. Я так и буду волочить существование по поводу похудения. И эта эпопея с похудением никогда не закончится. В целом-то и не очень много килограмм. Для того, чтобы раздувать из этого проблему, нужно что-то делать, нужно заниматься. Я не с сегодняшнего дня решила, но сегодня озвучиваю это. Моё решение основано на том, чтобы сделать первый шаг. И этот первый шаг заключается в том, чтобы не есть после шести, как я делала это раньше. И, во-вторых, после обеда снижать вот этот вот объём пищи. Именно по калорийности, по количеству. Я этого пытаюсь сейчас придерживаться, потому что с наступлением Нового года и после него у меня сорвало крышу. Реально. Я ела всё, что хотела. Я ни в чём себе не отказывала. Пришла к тому, с чего начинала. Так что нужно брать себя в руки. И мне надоело вот это вот моё состояние. Я из-за того, что набираю вес, я какая-то вялая. Я не хочу ничего делать. У меня настроение то хорошее, то тут же я могу заплакать, то ещё что-нибудь. Это уже не есть хорошо. Я вижу, что это очень плохо влияет на меня. Ну, хотя бы начать с этого, потому что я уже не знаю, как себя уговорить, как себя заставить. Последние дни я опять в какой-то бегонине, куда-то меня несёт. И это неплохо. И я как-то в тонус немножко пришла. Я как-то ощутила то былое своё состояние, когда я занималась спортом. И мне это так понравилось, но вот всё равно, понимаете. Я вечером себе даю обещания, утро наступает, и всё. Все обещания забываются. Кто что-то о чём-то говорил, да ну, забудьте. Разорядку я рассказывала, сделала её один раз. И утром для меня это тяжело. Я не могу раскачаться. Для меня это очень тяжело. В течение дня я не могу ничем таким заниматься, потому что, блин, я занята. Вечером, как раньше я занималась, я тоже не могу, потому что, блин, вечером у меня другие какие-то дела есть, другие обязанности какие-то. И просто хочется иногда отдохнуть. И, ой, короче, я на распутье каком-то. Что мне делать? И вроде бы вижу перед собой ответ, но, понимаете, вот как баран на новые ворота, вот честно. Но начну с этого. Я уже начала неделю, как, наверное, пытаюсь вечером ничего такого не есть. И вижу результат постепенно. Всё приходит в норму. Но ещё не так, как мне бы этого хотелось. Доброе утро. Сделала себе сейчас завтрак. Подоспела вода на чай. Делаю чай с малиной себе. Вернее, из малинового джема, который я покупала, когда болела. Кстати, очень хорошая штука. Сейчас покажу. От вот такой фирмы. Он такой густой, именно как джем идёт. Да и написано малиновый джем. Но он именно реально, как малиновое варенье. На завтрак я сделала два яйца и квашеная капуста. Ну и чай, конечно. И буду сейчас сидеть, смотреть видосики на ютюбе, завтракать. А потом буду заниматься всяческими делами. Всем приятненького. Доброе утро. У нас такой солнечный день. Но всё равно, наверное, мороз. Я сейчас сделала себе кашу. А на обед мы закажем пиццу, наверное. А вечером у меня будут снова фрукты, наверное. Если останется пицца, то пиццу будем доедать. Вот у меня вчера так было. Я проснулась в обед, потому что мне было плохо. Поела яйца. И уже потом, аж до самого вечера, до самой ночи, я ела одни фрукты. И у меня так уже последнее время, вот как я и говорила, где-то неделю, а то и больше я уже так стараюсь. Блин, наверное, музыка орёт. И на следующей неделе я хочу начать без сладкого 12 дней. Это очень офигенная программа. Я так уже делала в своё время. И это очень классно. Это всё равно, что пить таблетки, лактофильтрум. В целом я эффект ощутила тот же самый. Когда ты 12 дней, а то и больше, без сладкого вообще, либо ты пьёшь эти таблетки. Один и тот же эффект. Именно, конечно, по ощущениям. Внутри, конечно, это всё отличается, потому что лактофильтрум абсорбирует, там в кишечнике всякую гадость выводит из организма. А такая своего рода диета без сладкого, она ничего не абсорбирует, ничего, наверное, не делает там. Я, конечно, не эксперт, не знаю. Но всё равно организму легче становится. И хочу вот попробовать. 12 дней без сладкого – это, конечно, каторга. Но, честно, 12 дней проходит, потом сладкого вообще не хочется. Вообще. Смотришь на всё, что в магазинах вкусненькое, сладенькое такое, сочненькое продаётся, и тебя вообще не тянет. Вот просто вообще. Доброе утро. Как обычно, утром поела кашу. Вчера, как я говорила, мы заказывали пиццу. Очень много мы заказали. Две больших брали и съели буквально там по 2-3 куска. Это при том, что мы ели 2 или 3 раза. Короче, она у нас осталась. И я сейчас буду её кушать. В фарфоре заказывали. Выглядит, конечно, не первой свежести. Мне её ещё нужно разогреть. У меня, кстати, видите, лицо вообще стало безобразное. У меня такой организм, что я, если ем сладкое в большом количестве, то первые дни, неделю даже, может быть, даже больше, у меня ничего нигде не проявляется. У меня это всё проявляется, когда я уже давным-давно не питаюсь сладким. Может быть, кстати, таким образом организм противится тому, что он не получает сладкого. Не знаю. Что точно я знаю? То, что когда я перестаю есть сладкое, у меня всё в высыпаниях. У меня всё просто везде абсолютно. У меня даже на теле высыпания. Вот такая вот у меня аллергия, вообще на сладкое у меня аллергия с детства, причём на именно шоколад. Если я ем шоколад в больших количествах, то меня обсыпает вот просто безоговорочно. Я шоколад обожаю, молочный шоколад. Не обсыпает меня от чёрного шоколада, я думаю, как и всех. А вот от молочного, который я обожаю, белый шоколад, это просто моя страсть. Я не могу сдержаться, когда вижу плитки такие сочные, вкусные. Перед выходом на улицу сейчас приходится не тонны косметики накладывать, но так прилично это всё замазывать. Хотя я не особо всё это замазываю. Где-то, если видно, какие-то пятнышки проглядываются. Я не особо затираю, потому что если это делать, то будет вообще именно маска, маска, маска. И чай. Смотрю Stop Ham. Вернее, посмотрела уже. Как вы вообще относитесь к этому движению? Я лично жалею, что у нас такого движения нет в Воронеже, да и вообще по всей России. Сама иногда вижу нарушителей, и так и хочется вертиться на языке, что-нибудь сказать. Но в принципе не сдерживаю себя. А так люблю смотреть Stop Ham, но поражаюсь каждый раз, сколько у нас дебилов. Дебилы не в том смысле, что он припарковался не там, что ты сделал не так. Потому что они начинают выпендриваться, начинают выёживаться, начинают что-то там доказывать кому-то. Причём понимают, что они неправы, и всё равно свою линию гнут, как быки. Нельзя себя так вести. Дай человеку власть, так он просто, не знаю, всех живёт, жизни, земли просто, тех, кто ему не угодно. И это сплошь и рядом. И это, я считаю, проблема. Давайте мириться со своими недостатками, уметь признавать свои ошибки и расти за счёт этого. Если вы этого делать не будете, то вы деградируете, только деградируете. Потом вас таких умных снимают на видео и показывают на всеобщее обозрение, какие вы идиоты. Делайте выводы. Вы сами ведётесь на эти провокации, и вы сами виноваты.